МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. У меня для Олега всегда был один совет. Бежать от моей хабалистой сестренки, куда подать. Ты что, пякаешь? Закрой свой рот вообще. Я тебя, змею, прикрела у себя на груди. Художник Олег Тимофеев поражен роковой метаморфозой, которая произошла с его женой за 10 лет брака. Из милой романтичной девушки супруга превратилась в ушлую и наглую торговку. Тимофеев мечтает поскорее расторгнуть брак и забыть о совместной жизни с пошлой и вульгарной женщиной. Но я почему-то плачу коммунальные платежи, занимаюсь продукты покупаю. Вот вам как вселенная продукты поставляет, скажите? Девять лет Валерия была замужем за Максимом Шахова. Пока Максим пил, выносил из дома вещи, бездельничал, Лера работала и поддерживала супруга. Но сегодня ее терпение иссякло, и она хочет развестись. Последней каплей стало появление в доме двоих племянников Максима и его новое увлечение. Супруг вступил в общество единорогов. Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Тимофеева Олега Борисовича к Тимофеевой Марии Аркадьевне о расторжении брака. Отвечек Тимофеева Мария Аркадьевна с исковыми требованиями не согласна. В зарегистрированном браке 9 лет у вас общая дочь Елена Тимофеева, ей 8 лет. И споров об определении места жительства несовершеннолетней дочери и о разделе супружеского имущества между вами также нет. Олег Борисович, ну тогда давайте начнем с вас. Вы причину развода суду указываете, а дальше мы выслушаем обязательно ответчика. Ваша честь, я хотел бы развестись с женой. Да, у нас есть дочка, ей 8 лет, зовут Леночка. Я ее безумно люблю. И, конечно же, буду продолжать помогать воспитывать дочку. И также я не против, если дочка останется жить с матерью. Олег Борисович, ну что случилось-то? Среди этого заключения брака и свидетельства рождения. Нас обычно это пристав делают. Но так как вы человек еще неопытный, то вам разрешается. Вы предоставили оригиналы документов. Да, все верно. Хорошо. Олег Борисович, ну скажите, пожалуйста, а брак-то почему распался? 9 лет вы в браке, значит, что-то вас связывало с супругой? Ну, дело в том, что Маша претерпела очень радикальные изменения. Она изменилась как внутренне, так и внешне. Понимаете, я творческий человек, я художник. Я пишу картины. Я очень люблю этот мир, люблю рисовать. А в браке она мне все мешает, она мне не помогает. Она меня постоянно пилит. Я не хочу с ней жить. В нищете, да, жить надо? Почему нищете-то? Да потому что я семью содержу. Ты вообще что тут несешь-то? Художник от слова худо называется. Это вообще. Ваша честь, у меня просто муж чуть с ума сошел и прошу нас не разводить. Это у него бывает. Ваша честь, вы понимаете, когда я за нее выходила, она была хорошая, милая. Давай, не говори здесь ничего, забирай давай иск и все, и пошли отсюда. Она была хорошая, милая девушка, когда мы поженились. Но в течение 9 лет она изменилась кардинально. Олег Борисович, ну все юноши прекрасные, когда за них замуж выходишь. И все девушки прекрасные. Ну такая жизнь, диалектика. У нас родилась дочка. Так. Так я художник, да, я зарабатываю, к сожалению, очень мало. Ты вообще не зарабатываешь? Да. Я писал, и картины не распродавали. Все гениальные художники так начинали. Не волнуйтесь. Это признак, что вы будете востребованы после смерти. Ваши картины будут продаваться. Чтобы были у нас какие-то денежки, чтобы были у нас денежки, она пошла работать на рынок. Она была обычной торговкой. Далее... Как у Дюрера, слушайте. У Дюрера тоже. У него тоже жена продавала на рынке. Правда, его гравюры. Но тем не менее. Да-да, у вашего мужа большая была. Смотрите, мы же сделали управляющую. Вот как только управляющая рынка настала, она начала меня пилить, гнобить, унижать, оскорблять. Слушай, я и работать должна, и любовь тебе дарить, да? Вы понимаете, я на этой почве, я на этой почве даже начал пить. Ты всегда любил выпить. Не надо. Я раньше вообще ни капли в рот не брал. Не оправдывайся. Вот. Она меня унижала, оскорбляла. Ну как она вас оскорбляла? Ну вот как? По-разному. Может, она у меня ноги ватирала. Она у меня всегда пилила, что я зарабатываю, вот, а ты никто. Понимаете? Почему я все это терпел? Я вам сейчас объясню. Конечно же, только из-за дочки. Я с ней жил только из-за дочки. И пришла такая ситуация, что вот буквально недавно ко мне подходит Леночка и говорит, папа, папа, ну хватит уже мучиться с мамой, хватит. Уходи лучше. А я буду приходить к тебе в гости. Вот. Ну и в тот момент было решающим. Я решил подать иск о разводе. И, кстати, я сейчас ушел из дома и живу, между прочим, у друга. Хорошо. Какая-то за скоки творческие? Ну, давайте, Мария Аркадьевна, вы скажите, действительно устроились на другую работу, действительно стали хорошо получать, действительно супруг чувствует себя немножечко ущемленным, вы действительно с ним стали как-то так свысока общаться. Может быть, он травмирован этим? Ну, может быть. Он постоянно травмированный, понимаете? Он вот как родился творческим человеком, вот так вот он и по жизни, все время у него что-то происходит. Я вообще настаиваю наш брак не расторгать, потому что я его приняла таким, какой он есть. У него постоянно какие-то творческие заскоки. Это ужас вообще. Он однажды, года два назад, влюбился в известную актрису, причем по телевизору, не общаясь с ней. Значит, он решил на ней жениться. Потому что он влюбился. Да, копил деньги. Значит, и в итоге у него опять, в общем, вся любовь прошла куда-то за кратчайшие сроки. Далее он вступает в секту антисексуалов. Что? Вступает в секту, да, антисексуалов. Значит, и два месяца он просто свой супружеский долг не исполнял. Вот. И это тоже все у него вот так вот быстро все закончилось. И начал опять исполнять. Да, все хорошо у нас было. То есть он постоянно что-то исполняет. Увлекающаяся натура. Да, и я его приняла таким, какой он есть, понимаете. Так, Олег Борисович, выяснили, вы увлекающаяся натура. Вам не надо давать каждый раз полную свободу. Вас нужно все время корректировать. Так, вы, может быть, поторопились с разводом? Ваша честь, я ничего не тороплюсь. Вы понимаете, вот она была раньше замечательной девушкой. Она читала по ночам Мандельштама. А что сейчас происходит? А сейчас я работаю. А сейчас у нас грубая, жестокая. Помимо этого, Ваша честь, она ни о чем не думает. Она думает только о том, как купить ребенку одежду в школу, как отложить... У нее, может быть, заботы появились. Вот вы понимаете, Мандельштама, она наверняка и так же и сейчас любит. Просто у нее забот много. Маша, извините, что перебиваю, вы понимаете, я творческий человек. Мне нужна любовь, мне нужна ласка. Мне нужны какие-то... Так же сходить в театр, грубо говоря, отдохнуть. Она только работает и все. И твоим духовным ростом будем питаться. Она думает только, как заработать денег. Больше ничего не надо. У нас сплошная бытовуха дома. Только бытовуха, больше ничего. Она хочет жить в достатке. Потому что в достатке женщина чувствует себя защищенной. Мужчина, он сильный, и ему это так не важно. А женщине важно. Потому что, когда у нее есть какая-то копеечка, она понимает, вот я как-то защищена. Это психология. Если вы такой тонкий, ну чувствуете это в женщине. Дайте ей эту защищенность. А с вами она как афинка на ветру. Конечно. Я в 18 лет, когда за тебя замуж выходила, не за такого пузатого. У тебя сейчас пузо появилось. Ну так разводись, что проблема-то? У тебя седина уже. Маша, разводись. Я согласна, что я не 18-летняя девочка. Сейчас стою, как раньше. Но вообще-то надо жить, семью кормить. Между прочим. И этим я занимаюсь. Мне хотелось бы выслушать кого-то менее заинтересованного. Кого-то со стороны. Да, я прошу вызвать в качестве свидетеля мою маму, естественно. Анжела Михайловна Томилина, ваша мама, да? Приглашайте Томилину в зал. Каждый день, начальный дня. А, вы свидетель Томилина? Да, пожалуйста, пройдемся. А ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю. А ты меня уважаешь? Ну вы слышите себя, супруги? Ты меня уважаешь? А ты меня уважаешь? Да, он дебилой. Ну как из анекдота, ну что вы. Так, хорошо, здравствуйте, Анжела Михайловна. Анжела Михайловна, вы как мама знаете, как семейная жизнь последние годы складывается. Расскажите об этом. Ну, Ваша честь, я считаю, что Олег совершает очень большую ошибку. Послушаем. Очень большую. Он за Машкой, как за каменной стеной. Честно, я всегда знала, что он чудила, конечно, но до такой степени подать на развод, это уже, ну просто, все границы переходят. Маша зарабатывает. Маша его над ним, как над малым детем трясется. А он, у него и заработка постоянного нету. И еще и пить последнее время начал. А он всегда его пил. Вот. Так что, я не знаю, честно говоря, с его стороны это какой-то поступок очень для меня странный. Олег, ну может, ты отзовешь Иск, пойдем в семью, возвращайся что ли уже. Вот. Анжела Михайловна, вы вообще в здравом уме, светлой памяти. Вы сами говорите, что я плохой, что я пью, что я с женой ругаюсь. Зачем тогда вы хотите, чтобы мы сохранили брак, я не понимаю. Для чего это вам надо-то? А то успокоишься, все нормально. Если ты думаешь, что я ради тебя стараюсь, ты глубоко ошибаешься. А брак ваш я хочу сохранить только ради дочери. Потому что она тебя любит. Да и ты без нее пропадешь. Сдобу уже давно, если бы не Машка. Ой, ну делай человека счастливым и по принципу без нас ты сдохнешь. Да нет, ну господа, ну что вы так? Он действительно уже надоел своими этими выкрутасами. Ну если он так надоел, ну отпустите вы его. Отпустите меня. Я про это и говорю. И ребенок должен стресс переживать. Да? Нет. Она всегда прекратила так. Все будет хорошо. Ну так-то тоже ребенок переживает. Ребенок не видит этого всего. я очень хочу, чтобы вы узнали, как на самом деле мы живем с женой. То, что я не просто так говорю, что она меня унижает, оскорбляет. Я предлагаю вызвать ее сестру сюда. Возможно это? Ой, а при чем тут сестра? Веслана Аркадьевна Тамилина с вашей стороны приглашена в качестве свидетелей. По ходатайству истца приглашается Тамилина в зале. А вы свидетели Тамилина. Пройдемте. Спасибо, дитя. Здравствуйте, Светлана Аркадьевна. Как я понимаю, вы сестра-ответчица. Мама ваша с той стороны стоит на стороне ответчика, а вы встали на сторону истца. Объясните, почему? Я бы туда пришла. Хоть Машка мне и родная сестра, но я на самом деле на старе не Олега. Вот год назад я поругалась с родителями и ушла жить в сестре. И знаете, я такого насмотрела, что чуть с ума не сошла. Я пришла к выводу. Да что ты говоришь? Маш, можно я скажу, пожалуйста? Я пришла к выводу, что лучше вообще замуж не ходить, чем такая семейная жизнь. Понимаете? Угу. Просто Олегу стыдно признаться в многих сейчас вещах, а я вам расскажу сейчас, что происходит. Расскажите. Олег на самом деле отличный мужчина. не заслуживает такого отношения. У тебя знания-то откуда такие? Просто моя сестра за последние годы совсем оскотинилась и хабалилась на своем рынке. Привыкла там мясниками и торгашами командовать и дом из себя начальницу строит. Да, да, и по команду еще раз. Постоянно орет на мужа, оскорбляет его, унижает, даже избить может, понимаете? А он как творческий человек вот с поэтическим складом характера. Естественно, он не может дать женщине сдачу. Она пользуется этим безозрением совести. В общем, мне для Олега всегда был один совет. Бежать от моей хабалистой сестренки куда подальше покончить. Ты что, вякаешь? Закрой свой рот вообще. Свет, ну это выражение. Я тебя, змею, прикрела у себя на груди. Ты что, опять орешься, не пойму? Ты что, рот завали свой понимавца. Ты можешь замолчать сама-то? Перестань Свету оскорблять. Перестань, а? Она просто пришла за меня заступиться. Да ты просто... Так, замолчи, пожалуйста. Слышь, я тебя сейчас убью. Ваша честь, ваша честь. Есть еще одна причина, почему я хочу развестись. У вас столько любви. Мария Аркадьевна, вас столько любви к этому человеку. Что надо не просто вас оставлять в браке, а приставы к вам домой, чтобы вы его не убили. Пускай. Вот я с вами полностью согласен. Ваша честь, полностью согласен. У меня есть еще одна причина, я хочу о ней рассказать. Называйте, рассказывайте. Дело в том, что в последнее время я влюбился в другого человека. Ничего. Я не вижу смысла без этого человека. Ну а что ж вы мне рассказываете? Сутана Мальдельштама не читает. Пора разводиться. Что ж вы такие? Олег Борисович. Как обычно. Это мой любимый мужчина, он же мой, является лучшим другом. Я бы хотел попросить его сюда в зал, чтобы он все сказал. Что за бред опять несет? Ты решила нашу семью опять опозорить? Это Рыков Егор, ты можешь не перебивать, пожалуйста? Да, вы ходатайствовали, о вызове Рыкова Егора Валерьевича в качестве свидетеля. Да, мы сейчас все вам расскажем. И это ваш любимый мужчина. Ты что опять несешь? Ты можешь заткнуть? Хорошо. Приглашайте, пожалуйста, Рыкова. Я же говорю, ты знаешь, что я живу у Егора. Ты что придумал-то, идиот? Ты просто идиот. Ты знаешь, что я... А, вы свидетель Рыков. Пройдемте. Да, да, моя причина, что ты гамосек? Да. Да. Дебил, здравствуйте. Вы Егор, Валерьевич, да? Пришел дружба. Егор Валерьевич, вы, как я понимаю, сейчас совместно проживаете с истцом. Да. Да, и какие у вас складываются отношения? Слухая, по-нибудь. Вы знаете, дело в том, что... Дружеские... Ну, насколько ваши отношения хороши, потому что вас представили суту, в общем, как любимому мужчину, а это, понятно, является основанием для расторжения брака, поэтому вот я у вас уточняю. Не буду тогда скрывать отсюда. Этот развод необходим Олегу как воздух, потому что я сейчас скажу истинное положение вещей и не буду лукавить. Дело в том, что... Олег у меня в последнее время не просто так живет. Угу. Я подняла. У нас любовь и отношения... Это бред. Это семья, и... То есть мы живем однополым гражданским браком. Угу. Ваша честь, вы просто знаете двоих дружбанов, они просто с перепоя опять напридумывали вот этот бред. Это у них шутки. Вот просто вот не слушайте это, бред. Маша, это не шутки. Есте, заткнись. Ты понимаешь, что мы реально друг любим? Да кто любит? Что за бред вообще? Я не вижу смысла жизни без него, ты понимаешь? Я сейчас вас у тебя обоих здоровья и все. Да не бред, Маша, не бред. Да, ты понимаешь, я творческий человек. Да возьми даже, как у нас художника, надо до Винчи. Он жил, он жил даже на полных отношениях. Чем я хуже? Сейчас у нас 21 век на дворе. Я правда его люблю. Не могу без него. Такой, 49-й. Чего опять напридумывали-то? Да ничего мы не придумывали. Это не шутки. У нас сформировался не дружеский, а любовный союз. А что, мы не имеем права? Опять нас отчиняли. Два дебила. Что ты несешь? Вы два дебила. Чего ты идешь? Олег, мой любимый мужчина. Мария Аркадьевна. Это моя единственная любовь в моей жизни. Я очень люблю его. Это моя новая семья. Так, все. Вам не надо так долго рассказывать о своих чувствах. Мария Аркадьевна, я понимаю, что вы... А вы не... Просто вы так хорошо втроем встали. Хорошо. Простите, пожалуйста. Скажите мне, Мария Аркадьевна, вы понимаете, что это действительно серьезное основание для того, чтобы расторгнуть ваш брак? Потому что вы не хотите какого-то... Вы в шоке, я понимаю вас, потому что он отец вашего ребенка, вы не хотите какой-то факт признать. Но говорить о том, что мой муж, не верьте ему, если он любит другого мужчину, не верьте ему, потому что это неправда, это смешно. Если человек на себя вот это наговаривает, значит, действительно, с вами не хочет человек жить. Да даже, если он на себя это наговаривает, значит, он не хочет с вами вот настолько жить. Не, я конечно в шоке. Всякое было, но я думаю, это из разряда его опять каких-то бредовых идей. Он просто поддался, наверное, модным тенденциям. Маша, да о чем ты говоришь? Какие тенденции? Это я вообще в шоке. Да хватит его оправдывать всегда. Мне опять же переживать это все. Олег, хватит неси ту чушь. Я просила придумать тебе нормальную отмазку для развода. Ты придумай хрень какую. Что это за прикол? Еще и другу поставили. Бедный курс весь пятнами пошел от стыда. Мам, ну ты что? Я вообще ничего не понимаю. Что мне самой рассказать, что мы решили? Подождите, Светлана Аркадьевна, я когда услышала слово «отмазка», прямо оно так зазвучало у вас хорошо. Скажите, пожалуйста, а что это за отмазка для развода? Молодец, Полива. Что вы имеете в виду? Ваша честь, на самом деле любовный союз Олега с Егором – это всего лишь бурная фантазия художников. Понимаете? Ничего у них такого нет. У них всего лишь крепкая мужская дружба. А вот у меня с Олегом уже полгода как отношения, и мы решили быть вместе. С мужем вашей сестры. В смысле отношения? Со мной никогда не произойдет такой метаморфозы, как с моей сестрой. Даже когда у меня дети появятся, я останусь прежней. И сделаю Олега счастливым. Вот зачем ты это выдумываешь? Не жаль, что это? Ты что за прикол-то я не выдумала? Я знаю, что ты мне чувствуешь, не веру! Такой не трогать! Хоть и хуй, хуй, тихо, 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 тихо. Хоть и хуй, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Пойду ты, да. Я тебя убью дома, и ноги все тебе смаю, понимаете, скотина? Я даю тебе придумать все это, понимаете? Проклятая. За меня в любом случае не отпустят. Я тебе все, тебе вообще не жить. Крыса, крыса вообще конченная. И ты тоже дебил, забирай иск. Егор Валерьевич, я на всякий случай просто уточняю. А вы действительно вводили суд сейчас в заблуждение, что у вас любовные отношения с вашим другом? Ваша честь, я прошу прощения за этот концерт. Какие любовные отношения? Вы что, мне стыдно об этом вообще даже подумать. Просто Олег попросил меня, а как я могу отказать своему настоящему другу. Какой вы хороший друг, а даже вот на это согласились. Егор, ты нормальный мужик, ты зачем вообще выдохкибался во все июне? Ну что-нибудь другое, дорогие мои, ну придумали бы. Я сказал, я буду жить только со Светой. Ты со мной будешь жить, ты вообще под чем? Она нормальный человек, в отличие от тебя. От тебя и твоей мамы, есть тут две стервы и все. Ох, ну в смысле? Нет, ну ты вообще, детек. Кто стервы? Я и Машка стервы? Машка, которая тебя обихаживает. Нет, ну ты даешь. Эта Света хороша тоже, семью влезла, разрушила. А ты, Олег, ты вот, мы стервы с Машкой, да, а вот ты порядочный человек. Я порядочный. Ты малолетке голову задурил, вообще ей на уши навешал. А ты вообще в курсе, что она не лучше Машки вырастет? Дочки-то у меня одинаковые, дорогой мой. Да что вы говорите, Анжела Михайловна? А вот и не вырастет, она замечательная, прекрасная и милая девушка, понятно? Да ты мразота, она не прекрасная девушка. Я сказал, что я буду жить со Светой, все. Да, Олег, не могу, потому что видеть тебя не могу. Я буду разводиться. Забирай иск. Да не буду ничего. Ты что не понимаешь? Я ничего. Закрой свой рот и не мяк, не вякай. И ты, сестра, за своим глазом следи. Вот повариваться. Значит так, Олег. Это ты мне, что ли, сказала? Только попробуй. Так она с матерью так разговаривает. Отозвать тиски, я тебе глаза выцарапаю, понял? Что это? В смысле? Не отстаньте все от Олега, я сказала, он мой. Ты что? Да ничего, я их оттуда, дура. Да уберите их оттуда, от меня, я вообще не понимаю. Ты что? Кошмар, вот семейка-то, а? Вот смотри, Олег, смотри. Вот смотри на них. Ты в зеркало себя видела, такая старая гримзи, ему не нужна, понятно? А ты мразь. Вот, Олеженька, вот любуйся на свой цветочек, Василечек. Я тебя предупреждала, что они одинаковые у меня. Только с Машкой тебе лучше оставаться. А знаешь, почему, мой дорогой? Почему? Да потому что Машка, она уже взрослая и умная, опыт имеет. От нее сюрпризов хоть ждать не будешь никаких. А из-за этой еще твари неизвестно, кто вырастет. Так с матерью разговариваете сразу. Олег Борисович. Да. Ну подумайте, вы готовы еще раз по одному кругу вот это вот все пройти с другой дочкой? Ваша честь, честно говоря. Тут уж хоть к какому-то пришли этапу, вы уже ребенка имеете, вы уже как-то подоптесались. А тут... Я не знаю, я... Забирай иск. Я не буду ничего забирать. Забирай иск. Ваша честь, мне нужно... Забирай. Мне нужно подумать, я не знаю, кто буду в этой семье жить. Забирай иск. Да замолчите, вы сказали. Ты не бисишь. Забирай иск. Забирай. Можете, пожалуйста, отложите. Отличик. Я прошу занять свое место. Удалю сейчас и одну, и другую дочурку. Удалю. Исса хочу слушать. Ваша честь. Позвольте мне, пожалуйста, над всем этим подумать, потому что у меня в голове вообще каша. Я понимаю вас. Суп удаляется для вынесения определения. Прошу всех вставить. Далее в программе. Но я почему-то плачу коммунальные платежи, занимаюсь, продукты покупаю. Вот вам как вселенная продукты поставляет, скажите? 9 лет Валерия была замужем за Максимом Шахова. Пока Максим пил, выносил из дома вещи, бездельничал, Лера работала и поддерживала супруга. Но сегодня ее терпение иссякло, и она хочет развестись. Последней каплей стало появление в доме двоих племянников Максима и его новое увлечение. Супруг вступил в общество единорогов. Прошу садиться. Оглашается определение. Слушание дела о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что отвечица на расторжение брака не согласна, и истец просит дать время для принятия им окончательного решения. Если супруги не примирятся, и истец по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через 3 месяца брак будет расторгнут. Решение вам понятно? Да, да. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте. Прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Шаховой Валерии Николаевны к Шахову Максиму Леонидовичу о расторжении брака. Ответчик Шахов Максим Леонидович иск не признает. В зарегистрированном браке 9 лет детей у вас нет. И Максим Леонидович сегодня в заседании не явился. Поэтому, Валерия Николаевна, вы желаете слушать без присутствия ответчика и уведомлен ли он был должным образом? Сейчас я посмотрю. Ваша честь, я прошу прощения. Уведомление было, да, отправлено, он уведомлен. Да, да. Дело в том, что Максим звонил, он опаздывает и вот-вот должен подойти. Он в последнее время вообще со странностями. Извините, пожалуйста. Да нет, но мы можем слушать, в общем-то, и в его отсутствии. Поэтому, если вы не возражаете, мы начнем заседание. Да, конечно. Так, Валерия Николаевна, вы изложите, пожалуйста, суду, причину расторжения брака. Мы уже в браке 9 лет и особо никаких проблем не знали. Оба хорошо зарабатывали. Квартира мне досталась в наследство от бабушки, а машину мы купили совместно. В принципе, все было хорошо до тех пор, пока Максим не познакомился с каким-то представителем странной общины. Общины единорогов. И вот тут-то все и началось. Это просто кошмар какой-то. Он, вот, пожалуйста, посмотрите, он опоздал, потому что он единорог. Так, это Максим Леонидович, да? Да, да, это он. Когда я не опаздываю и всегда прихожу в нужное время, единороги всегда приходят и приносят счастье. Здравствуйте. Вы Максим Леонидович, как я понимаю, да? Да. Максим Леонидович, у вас немножечко странный костюм для заседания, и прическа очень странная. Но, в принципе, закон не запрещает вам присутствовать в таком костюме в зале суда. Если вы хотите, то вы можете присутствовать в таком виде. Хорошо, давайте продолжим. Продолжайте, пожалуйста. Ваша честь, понимаете, в их общине единорогов странные кодексы и какие-то заповеди. Люби сколько хочешь. Интимные отношения – это лишь способ медитации. Еще из их правил – это больше танцуй, ведь движения тела помогают и излучают любовь. Это просто вынос мозга. Я не могу находиться в такой атмосфере. Я прошу вас развести нас, потому что у меня просто сил больше нет. Дело дошло до того, что муж ушел с работы. Он пытался меня приобщить к этому движению, но вот тут я поняла, что если это все не остановить, то я просто сойду с ума. Но, знаете, это еще не самое страшное. Дело в том, что 8 месяцев назад он взял на воспитание своих племянников. У нас случилась трагедия. Брат Максима попал в аварию и погиб. Жена брата Полина с горя подалась в Тибет. У них осталось двое мальчишек – Олег и Гриша. То есть практически дети были брошены. Да, а детки остались. А усыновление или опеку что оформляли? Мы не оформляли опеку, мы просто взяли их на воспитание, заботились о детях, пока мама придет в себя. И, в принципе, я согласилась. То есть я была не против. Но когда он связался вот с этими рогастами, все взвалилось на мои плечи. Понимаете? Я должна тянуть их на себе. Я обеспечиваю всех. И я хрупкая женщина. Я не могу так больше. Муж, племянники, его мама. Просто все на мне. Скажите, пожалуйста, мне сейчас важно вот одно. Когда вы замуж выходили за своего супруга, он таким не был? И никакой секты не было тогда, да? Нет, он таким не был. Не знаю, может быть, я не замечала, но, по крайней мере, вот резкое его изменение поведения, вот эти вот его какие-то странные фантазии. Это вот что это? Это не мой муж. Ну понятно. То есть так же он не одевался? Естественно, он был нормальным обычным человеком. Он зарабатывал, он приносил деньги в дом. Мы как-то вместе все решали проблемы, вместе обеспечивали семью. А сейчас просто вот я одна, и мне очень сложно. Мы не одна, мы вместе у нас семья. Максим Леонидович, вопрос к вам. Во-первых, вы иск поддерживаете или не поддерживаете? Нет, не поддерживаете. Я вообще не вижу причин развода. Я не понимаю вообще, для чего вот это все. Ничего вы не понимаете. Хорошо, сейчас будем объяснять вам. Максим Леонидович, вы сейчас занимаетесь как-то обеспечением семьи? Каков ваш вклад? Конечно, занимаюсь. Ну, расскажите об этом. Ну, в общем принятом смысле работы, я не могу себе этого позволить. Потому что в мое миропонимание теперешнее, оно не вписывается. Я зарабатываю деньги другим путем. Я пишу картины и продаю их своим соратникам. А вселенная все равно посылает нам столько денег, сколько надо. Мы не голодаем, мы не умираем. Да какие картины? Когда ты в последний раз приносил деньги домой? Да твои денежные вложения вообще ничего нам не дают. Максим Леонидович, скажите, пожалуйста, вот ваша жена ваши интересы не разделяет. И тем не менее, вы хотите сохранить семью. Что вы можете предложить вашей супруге, что вы измените в своем поведении для того, чтобы она согласилась остаться с вами? Мы все 9 лет жили счастливо. При том, что у нас были конфликты, мы что-то не могли поделить. Но мы в итоге приходили к общему мнению. Мы же не жили как идеальная пара. Сейчас у меня новый период. Она не может к нему просто адаптироваться. Я понимаю, у нее иногда бывают нервные срывы. У каждого бывает. Но скоро она все поймет. Я тоже несколько лет назад не понимал, как можно быть вот таким. Сейчас я смотрю на себя в зеркало, иногда не понимаю, что происходит. Но в целом я стал другим. Я стал внутри светлее. Это похвально. Скажите, пожалуйста, у вас детей нет. И вы взяли на себя ответственность за племянников ваших. Попавших вот в такую беду. Мы с Лерой всегда мечтали о своих детях. Нам не дала вселенная. Мы ходили к всяким специалистам, которые якобы разбираются. Но не получилось. Теперь у нас есть дети. Они не родные. Но все равно мы их не можем бросить. Это же ведь племянники. Да тебе плевать на детей. Тебе плевать на детей. Ты занят только собой, своей вселенной, своими единорогами. Вот недавно буквально ты забыл про день рождения Олега. Я ничего не забыл. Он долго тебя ждал. Он ждал тебя допоздна. Я еле уговорила его пойти в кино. Купила ему игрушки, чтобы успокоился как-то мальчик. Я могу сказать. Я задержался в тот день на собрании. Пришел вечером, подарил ему подарок, поздравил. Какой подарок? Господи, ваша честь, подарок девятилетнему мальчику это брошюра «Как обрести себя». И еще какой-то там поводок на шею. Да ты сумасшедший, посмотри на себя. Как ты одет? Что ты говоришь? Я сумасшедший. Да я самый нормальный. Ты понимаешь вообще, что происходит? Я сейчас единорог. Я бог. Я изменился. Ты единорог, а я хочу нормальной жизни. Я хочу родить своего ребенка. Я хочу быть просто женщиной. Ваша честь, я умоляю вас, пожалуйста, разведите. Я больше не могу так жить. Женщина создала природа. Мы там только становимся сильнее. Понимаете вообще? Мы не употребляем там алкоголь, наркотики. Мы питаемся правильно. Мы друг другу помогаем в этой общине. Я вот тоже не употребляю ни алкоголь, ни наркотики. И питаюсь тоже нормально. Но я вот, но я почему-то плачу коммунальные платежи, занимаюсь вот, ну продукты покупаю. Вот вам как вот вселенная продукты поставляет, скажите? И вот за газ вселенная вам вот как платят? Вот за газ, за свет, коммуналку, все это. Вы представляете, мы вот 9 лет вместе прожили, и мы не умерли, мы живые. Ну понятно. Понятно, что есть какие-то общепринятые представления о мире. Хорошо, вы можете мне объяснить, каким образом вселенная оплачивает электричество вам? На те деньги, которые мне приносит община, на те деньги, которые сваливаются с неба. А, то есть община вам приносит деньги? Ну что ж, вы оплачиваете за счет общины покупку продуктов? А молчите об этом, естественно. Мы помогаем друг другу. Ваша честь, он просто несет бред. Я работаю одна, я обеспечиваю его, его племянников, его мать на мне. Хорошо, меня интересуют все расходы по содержанию квартиры, на продукты. Это кто оплачивает из каких денег? Все на мне. Не гневи Бога, не надо сейчас вот этого делать. Я тоже считаю, что хорошая мантра и бензин в бак нальет, и электричество оплатит. Давайте перейдем к тому, что выслушаем ваших свидетелей. Да, Ваша честь, кстати, моя мама тоже против развода. Если можно, давайте мы ее пригласим. Давайте пригласим Шахову Алевтину Георгиевну. Что ты говоришь, что ты несешь вообще? Когда ты в последний раз принес деньги на продукты, понимаешь, что... Вы свидетель Шахова. Деньги-то нормальные, ты единорог, но им нужно питаться, их нужно воспитывать, одевать, в школу покупать всякие вещи. Они голодные сидят. Господи, да все же, ты понимаешь, все же на мне, я устала. Здравствуйте, вы Шахова Алевтина Георгиевна, да? Алевтина Георгиевна, как я понимаю, вы стоите рядом со своим сыном. Следовательно, вы поддерживаете его желание сохранить семью. Конечно. Хорошо. Вы одобряете стиль жизни своего сына и его степень ответственности? Нет, Ваша честь, конечно же, я не одобряю. Десять лет они ведь вместе хорошо очень прожили, Ваша честь. И все, у них было замечательно. Лерочка, она вот сейчас не должна бросать Максика, ведь он в единорога превратится и будет вот людей смешить, в балахонах ходить. Ни к чему все это. Вы что, вы надеетесь, что она вам сына, что ли, спасет? Лерочка, я тебя очень прошу, спаси, спаси сына. Не бросай его, Лерочка, не бросай его, не бросай его, не бросай его, я тебя очень прошу, Лерочка. Не бросай его, не бросай, Лерочка. К чему это спектакль? Не бросай его. Максим Леонидович, спектакль это то, что вы делаете, а то, что ваша мать видит, как ее сын куда-то отдаляется в запредельные дали и плачет, умоляет. Я здесь, я никуда не отдаляюсь, я здесь. Я по-прежнему тоже самый Максим, я не изменился. Что вы здесь, у вас антенна из головы торчит, ну где вы здесь-то? Это, между прочим, очень серьезная штука. Это серьезная штука, поэтому мама и плачет, потому что видит, что штука уже очень серьезная и умоляет вас спать. Если мы что-то не понимаем, это не значит, что это не серьезно. Ты понимаешь, что этот рог не сохранит нашу семью? Ты это понимаешь или нет? И вообще, дело даже не в этом роге. Ваша честь, мои рога мне просто уже надоели. Есть конкретная причина развода. Я прошу вас, пожалуйста, пригласить. Замолчи, пожалуйста. Я не хочу тебя слышать, замолчи. Ваша честь, я прошу пригласить моим свидетелем Кирюхину Ирину Николаевну. Так, Кирюхина у нас, Ирина Николаевна со стороны ИСЦА, заявлена свидетелем, приглашаем в зал. Если ты успокоишься, то увидишь. Вы свидетель Кирюхина? Да. Да, пройдемте. Здравствуй, Леречка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Кирюхина Ирина Николаевна, да? Да. Ирина Николаевна, ну вот в этой ситуации двое детей, вы в курсе семейной жизни. Волнует очень, что семья распадается, потому что двое детишек остается. И забота о детях ложится как раз вот только на ИСЦА. Что вы по этому поводу можете сказать? Ваша честь, вы знаете, я вас очень прошу этот брак ни в коем случае не сохранять. А еще я очень хочу обратиться к семейке Шахова. Вот сколько можно сидеть на Лереной шее? Вот вы мне объясните, а? Они просто ею пользуются. Понимаете, дело в том, что я эту семейку узнала еще до того, как ее узнала Лера. Тут, наверное, рассказывали про Костю, это старший брат Максима. Мы в юности когда-то с ним встречались. И Алевтину Георгиевну я тоже хорошо помню. Помните, Алевтину Георгиевну, как мы с вами на кухне чай пили? Вы мне все о своих болячках рассказывали, то у вас отит, то бронхит, то еще что-то. Вот по ней можно медицинскую энциклопедию буквально вот изучать. Она постоянно надумывает себе какие-то болезни. А ведь, кстати, у нее цветущий. Вот, она потому что от них усиленно лечится. И, видимо, ей это все дело помогает. Так, и что же там произошло-то? Дело в том, что Алевтина Георгиевна, она ужасно всегда волновалась за Максика, своего младшего братика. Ой, сына, извините, пожалуйста. Дело в том, что Максик всегда был с придурью, потому что сначала это был какой-то безумный алкоголь, потом наркотики. Но когда... А кто-то не был с придурью, да? Все такие святые. Извините, это в какой-то мере может быть у каждого, но не как у вас. Дело в том, что когда Макс привел домой чудо-девушку Полину, которая... Это вот была девушка-цветок, какая-то святая. Но девушка тоже была с еще большей придурью, нежели чем сам Макс. Она постоянно жевала какие-то листья какой-то травы, как корова. Пела голая на балконе мантры. Такие листья были, что хотите. Да, вот что-то и дело. И представляете, тогда Аликсин Георгиевну ее чуть удар не хватил, потому что она прекрасно понимала. Что если Макс женится на Полине, то она просто сойдет с ума. Но дело в том, что там совершенно случайно Костя, который был абсолютно нормальный человек, Брат нашего Максима Леонидовича, так. Вот. Он женился на этой Полине. А Макс, соответственно, познакомился с моей прекрасной сестрой, которая тоже нормальная девушка, прекрасная хозяйка, хорошо зарабатывает. И вот тогда у Аликсина Георгиевны стало на сердце спокойно. Потому что все нормально, сыновья пристроены в надежность. Но этого хочет каждая мать, трудно ее осуждать в этом. Я прекрасно вас понимаю. Но вы поймите, дело в том, что Костя погиб, трагически погиб. И что получается? Получается, что Лера теперь взяла двух племянников, двух этих детей этой Полины, плюс еще и Аликсина Георгиевна приехала. И вынуждена Лера выслушивать вот все эти ее безумия по поводу им. И, да, поэтому ваша честь, пускай они катятся куда подальше из нашей семьи. Они нам не нужны с Лерой. Правильно, Лера, я говорю? Все правильно. Ваша честь. Самое главное, я забыла, что этот Макс, вместо того, чтобы как-то семье помогать, он решил приударить за Полиной, опять начать с ней встречаться. И для этого он, наверное, вступил в эту секту единорогов. Ты что, рог-то снял свой? Что? Так а вы-то откуда об этом узнали? Я, ну как, я все прекрасно узнала. Дело в том, что я в Прихмахерской... Почему я не говорила об этом? Солнышко, прости, это буквально совсем недавно получилось. Дело в том, что буквально совсем недавно в Прихмахерской я столкнулась с родственницей этой Полины, которая мне стала рассказывать, что ты знаешь, вот в каждой семье есть какая-то паршивая овца. Моя племянница встречается с женатым мужчиной. Она единорог. Она проповедует свободную любовь. И стала мне показывать фотографии. Вот, кстати, ваша честь, я могу вам продемонстрировать, где прекрасная парочка занимается там тантрическим сексом. Ой, не надо секс не тантрический, тем более, я верю вам, не хочу. Да, да, на заворе только что-то написано. Лер, Лер, да меня извини, я понимаю, для тебя это удар, конечно. Ну, посмотрите, чем вы там занимаетесь? Ну, вот так нельзя, правильно? Ну, надо мне об этом сказать тогда, когда ты узнала. Ну, извини, пожалуйста, дорогая моя. Все гораздо быстрее закончилось. Полина тоже мой соратник. У нас только общие ценности. Все. Нас больше ничего не связывает. Давайте мы просто послушаем Полину, чтобы не было вот таких вот слухов. И она сама все расскажет. Хорошо. У нас присутствует в здании суда Шахова Полина Михайловна. Посмотрите, пожалуйста, если она явилась уже, приглашайте ее в зал. Лерка, тебе надо закончить вообще этот цирк, вот этого мужа своего ненормального. Что у нас сейчас? Вы свидетель Шахова? Да, давай, сейчас свидетель. Да, пройдемте. Ну, ты фа сумасшедший, понимаешь? Ну, ты-то у меня нормальный человек, правильно? Ты понимаешь, как я устала, ты понимаешь? Ой, ты посмотри на это. Здравствуйте, а что же вы босиком-то? Да, какой кошмар. Это моя вера такая. На улице-то не жарко. Да, но я свободный единорог. Ну, хорошо. Так, здравствуйте. Вы Шахова Полина Михайловна, да? Вы в положении, я вижу. Да, но мне совсем не трудно. Полина Михайловна, вам не трудно стоять, да? Мне не трудно. Ожидание ребенка – это большое счастье. Вы знаете, скоро я подарю на свет новое создание миру. И я очень счастлива, мне легко. И вера в единорогов помогает мне. Ваша честь, я вас умоляю, не надо разводить Леру и Макса. Они прекрасная пара, они 9 лет прожили вместе. А мы с Максом, нас связывает только вера в свободных единорогов. Единственное, что нас связывает, Макс мне совсем не нужен. Скажите, пожалуйста, Полина Михайловна, состоите ли вы сейчас в интимных отношениях с ответчиком, единорогом Максимом? Нет, нет, нас связывает только наша община. Больше ничего. То есть в половой контакт вы не вступаете? Не вступаете. И беременны, надеюсь, вы не от него? А я не знаю, от кого я беременна, потому что единороги – это свободные животные, и они ни перед кем не отчитываются. Тоже хорошо. А дети – это всегда счастье. Ты видишь, она на меня вообще не претендует. Согласна, полностью поддерживаю вашу позицию. Видишь, Полина на меня вообще не претендует. Нас ничего не связывает, кроме общих ценностей, которые дают нам добро в итоге. И скоро у нас в семье появится еще один ребенок. Конечно, Лерочка, дорогая. Я же не могу бросить вдову своего брата. Ты не понимаешь, это все наносное. Все эти деньги, квартиры, машины – это все не от Бога. Нужно только петь, любить и танцевать. Так, подождите, я не могу понять. Из-за третьего, да, хочешь родить? Да, сейчас… Что же мне? На плечи? Она никого не бросала. Вам, получается, что вам. Ну ты же хотела детей больше всех. Ты же хотела и все. А вы больше всех смотришь, Радис? Он у меня будет, но только не вот с этой сумасшедшей семейкой. Лерочка. Ты сейчас гневишь вселенную. Ты хотела семью, хотела детей. Кто же нам поможет, кроме тебя? Лера. Община ваша пускай помогает. Да, как же община? Нет, ну как вы можете общине доверить детей, господа? Нет, нет, общине не надо детей. И вашей сестре тоже не обязательно брать на себя воспитание, потому что единороги могут быть плодовитые. Мам, не надо сейчас. Вы что, совсем обалдели? Мама. На Леру повесить еще чужих детей? Вы с ума сошли? Давай не сейчас, давай не сейчас. Вы сошли с ума. Каких это чужих детей? Алевтина Георгиевна, старший Алижа, это сын Макса. Когда мы с Костей начали встречаться, я была уже беременна от Макса. И Алевтина Георгиевна все знала. И все все знали. Алевтина Георгиевна и Макс заставляли меня делать аборт. Но я не могу, не могу убить ребенка, которому подарила мне вселенная. Какой-то бред. Я не могла этого сделать. Прости, Лерочка. Алевтина Георгиевна, вы знали, что Олег сын Макса и молчали? Все все знали, Лерочка, кроме тебя. Господи, я просто в шоке. Да как вы могли? Вы вообще сели все мне просто на шею. У вас совесть есть? Вы вообще в своем уме что вы делаете? Тебе нужно успокоиться и петь, и танцевать вместе с нами. Лерочка, ты слишком напряжена, поэтому у тебя нет своих детей. Вступай к нам в общину. Скажите мне, Алевтина Георгиевна, вы знали, что один из детей, которого вы выдавали за племянника, за сына вашего сына Константина, за вашего внука, он является сыном вашего Максима? Да, ваша честь. Вы это знали? Конечно, знали. Алевтина Георгиевна, вы знали, теперь я все понимаю, ваша честь, все раскладывается по полочкам. Она придумала себе туберкулез, чтобы после смерти своего сына не брать опекунство над внуками. Соответственно, мы с Максимом взяли их на себя, да, мы их обеспечивали, заботились о детях. Потом диагноз туберкулез никак не подтвердился. И вот теперь понятно почему. Вам просто проще было отказаться от ваших внуков. Девять лет в браке, господи, куда я смотрела вообще? А я должен был тебе сказать, она беременна от меня, давай жить вместе. Ты что сказала бы? С удовольствием, да? Да пошел ты знаешь куда. Вы просто все хотели меня использовать. У вас это получилось. Ира, зачем ты разворошила это осиное гнездо? Лучше бы я спокойно просто развелась, не знала бы о том, что Максим гулял с этой Полиной. Дорогая моя, ну мне за себя, как за сестру, обидно, что они все на тебе ездят, понимаешь? А ты сама не ездишь, да, на них? Нет, конечно. Ира, а ты-то сама-то, конечно, какая ты умная и хитрая. Ты тоже сидишь на лериной шее-то. Когда был у тебя богатый муж, конечно, ты жила, шиковала. Когда он тебя бросил, ты села на шею сестре и пользуешься. Она сколько раз тебе говорила, иди, найди себе работу, скучно весь дома-то сидеть. А ты села, сижу, не хочу. Пора бы уже не сплетни какие-то сводить, а пойти работать. Слушайте, зачем мне работать, а? Да, включай за себя. Вот у меня нормальный... Так все, хватит! Какая у всех удобная позиция! Одна не работает, потому что она не хочет, с другой не работает, потому что он единорог. Вы все сумасшедшие! Пошли вон из моей жизни! Не хочу вас больше видеть! Ваша честь, я моля вас, пожалуйста, разводитесь, иначе я точно сойду с ума с этой семейкой! Не могу больше силы! Тут удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать! Тишина в зале суда. Прошу садиться. Оглашается решение суда. Иск удовлетворить. Брак между супругами расторгнуть. Суд расторгает брак между супругами, потому что судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. Только вот из-за этого? Суд вынес это решение, потому что вы уже давно не проживаете вместе с целью создания семьи. У ответчика совершенно иные цели. Ответчик четко эти цели в судебном процессе обозначил. Среди этих целей не было ни создания семьи, ни воспитания детей. То, для чего, естественно, вы брак, как я понимаю, не создавали. Также по несовершеннолетним, которые находятся сейчас на вашем содержании воспитания, обязательно обратитесь. В комиссию по опеке и попечительству обязательно определите судьбу этих детей. Вы их содержать, естественно, не обязаны. Но и передавать вот в эту семью и в эту общину детей также недопустимо совершенно. Решение суда вам понятно? Да, спасибо. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать! Слава Богу, дети, я поздравляю. Наконец-то ты свободна, ты вот эту семейку больше не увидишь вообще! Еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...